О, привет, Даша! Здравствуйте и здравствуйте, ребята! Даша, скажи, пожалуйста, по твоему мнению, какая книга или какой автор пользуется большой популярностью среди детей и подростков? В нашей Кандинской библиотеке большой популярностью пользуется автор Холли Веб. Это британская писательница, которая в 2016 году попала в десятку детских популярных писателей. Здорово! А какие произведения лично ты уже прочитала недавно? Так, вот серия книг. Это Мэйзи Хитчинс «Приключения девочки-детектива». Это фантастический детектив. Это серия книг, получается, да? А что еще из Холли Веб у нас здесь есть на полке? Так, вот она пишет про животных. Котенок Сэмми. Да, вот эти книжки часто берут ребята, кстати. Видимо, они очень интересные и такие милые котята. У меня дома есть тоже. Да? Так, вот она про всяких девочек тут пишет. Эмили, Эмили. Это тоже серия книг про Эмили. Да. Ну а сегодня, Даша, ты познакомишь ребят с Мэйзи Хитчинс. С Мэйзи Хитчинс, да. «Приключения девочки-детектива». Ну что ж, мы тогда сделаем небольшой обзор. Да. Пошли. Здравствуйте, еще раз, ребята. Как я вам и обещала, сейчас познакомлю с книжками серии. В этой серии Мэйзи Хитчинс четыре книжки, которые называются «Загадка закрытого ящика», «Пропавший изумруд», «Призрак кошки» и «Тайна мальчика из джунглей». Даша, в руках у тебя какая часть? «Призрак кошки». Это, по-моему, третья часть. Покажи ее, да. «Призрак кошки», а вторая у нас синенькая. «Загадка закрытого ящика». Это первая. Угу. Итак, ты недавно прочитала... «Призрак кошки». Угу. И сегодня мы сейчас поговорим и об этой книжке, и о девочке. О главной героине произведения, да? Да. Огромный плюс этой книги – иллюстрации, большой шрифт. И она выполнена так интересно, как старинная книжка. Тут, видите, все в иллюстрациях. Очень интересно, да. Удобно читать, потому что шрифт не мелкий. И сейчас я вам расскажу о главной героине – Мэйзи Хитчинс. Там, в этих двух книжках, не указывается возраст. Ну, думаю, примерно 13-14 лет. Где-то так. У нее есть бабушка, которая содержит целый пансионат, и ей нужно помогать. И она не ходит в школу с 12 лет, помогает бабушке. Занимается на дому. И в первой книжке она шла по улице с продуктами для пансиона. И на мусорном баке нашла огромный пакет. Пакет пошевелился. Она думает, открывать или не открывать. Открыла. А там маленький щеночек. И она его назвала Эдди. А дальше говорить не буду. Прочитайте сами. А вот в этой книге, как я уже вам сказала, то, что она не училась в школе. У нее была подружка из богатой семьи. Это именно в этой части Мэйзи Хитчинс «Призрак кошки». У нее была подружка из богатой семьи. И она заболела. Мэйзи пошла навестить ее. А отец этой Элис сказал, что ей нужен свежий воздух в загородном домике. И отправил их в загород, в деревню. И там приключилась с ними очень странная вещь. Вечером они увидели «Призрак кошки». Все слуги разбежались. И пришлось им готовить все самим. Но они не одни там были. А с губернаткой. Такое имя сложное. Сайнд Боттем. Да, именно очень сложно. Потому что все-таки писатель зарубежный. А дальше я вам не буду говорить, как она это все рассказывала. Узнаете сами, прочитав эту книжку. Спасибо, Даша, за обзор. До свидания. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok